КОМПАНИЯ ШАНИЯ И наш маршрут по Карибским островам на Новый год, который с 2018 на 2019 год проходил. КОМПАНИЯ И, в общем, кто бы мог представить еще 10 лет назад, что в Ворубе я буду чаще, чем в Турции бывать. Но получается как-то так. Что можно сказать о компании Океане, Ошане? Как я говорил в одном из роликов про эту компанию, это одна из лучших, на мой взгляд, морских круизных компаний класса Апер Премиум. И она сейчас все больше и больше приближается именно к уровню люксовых компаний. Все большее количество услуг уже включено изначально в цену этого круиза. В общем, практически на корабле нет никаких доплат. Хотя, разумеется, цены достаточно высокие, но они, на мой взгляд, стоят полностью тех денег, которые просят эта компания. И что еще было интересно в этом нашем круизе, за буквально полмесяца до нашего отплытия корабль «Инсигния» прошел полную реновацию по программе «Ошане.Некст». Сейчас вообще все корабли этой компании проходят эту реновацию. В этом году весь флот завершит свое обновление. Корабли станут еще интереснее, еще более поднимется их уровень комфорта на корабле. В общем, когда мы узнали, что проходит такая вот реновация, мы решили выбрать именно эту компанию, именно этот корабль и посмотреть, что же они сделали. На самом деле у меня остался ряд вопросов. Когда, очевидно, нам имело смысл немножко позже поплыть на этом корабле, потому что, когда мы на нем оказались, он еще, как мне показалось, не был прямо до конца закончен в плане его обновления и ремонта. Прямо при нас вешали еще в коридорах картины, где-то на лестницах, зеркала вешали и все такое прочее. И показалось мне не до конца, все-таки еще и техническая сторона была завершена. Пока же мы вам в ролике у нас прорвало на балконе трубу сверху, и сутки капала вода, но мы шли, немножко штормило, поэтому нам пришлось ждать целые сутки, пока к нам придет ремонтник и заделывает эту дыру. В общем, конечно, это, на мой взгляд, достаточно странно для такого уровня компании, тем более, когда это все дело представили как обновленное, полностью обновленное, как они заявляют, как заявляет компания «Ашане», корабли лучше, чем новые должны были стать. Но, к сожалению, пока не стали. И, тем не менее, что еще было интересного на этом маршруте, вернее, пока мы речь ведем не о маршруте, а о корабле и о самом круизе, нам компания подарила полностью интернет на каюту. Соответственно, это примерно 600 долларов стоит. Она полностью подарила нам 12 экскурсий портовых уже на Земле. Это тоже по цене цены там на экскурсии, кстати, достаточно высокие. Если на кораблях классом ниже, обычно цена от 50 до 150 долларов за экскурсию с человека, здесь она могла доходить до 300, 400, 500 долларов с человека, ну, в зависимости от того, что это за экскурсия. И, тем не менее, 12 штук нам было подарено. Вот, я посчитал по минимуму, тоже это примерно 1800 долларов плюс, который нам не пришлось тратить. Далее нам было включено полностью пакет алкогольных напитков. Мы пьем не очень много. Ну, в общем, если перевести, посчитать там на какие-то премиальные напитки, ну, давайте прикинем, еще полторы тысячи долларов подарок от корабля был от компании «Ашания». Дальше что у нас было? Нам засчитали чаевые, которые обязательно, обычно обязательно оплачивают в конце круиза, поскольку корабль и компания высокого класса. Размер чаевых тоже достаточно высокий. Не скажу сейчас, не помню на скидку сколько. По-моему, где-то в районе 30 долларов человека в день или 25. Ну, в общем, какой-то такой порядок. Вот, здесь же нам, опять же, они были включены. Я посчитал это примерно как 1200 долларов нам еще подарили. И аттракцион «Неслыхаемой щедрости», так скажем так, завершится на еще одном подарке, который где-то примерно, не где-то примерно, а 1200 долларов онборд-кредиты, которые нам предоставила компания «Ашания». И на эту сумму мы могли тратить на корабле, на какие-то дополнительные платные вещи, массаж или сходить в магазин, купить какие-то себе предметы на память или одежду, аксессуары. Супруга у меня приобрела там пару сумочек. В общем, все в таком роде. В общем, итоговая экономия у нас получилась больше 6000 долларов вот именно на одних подарках, которые компания нам оказала. Хотя в этот раз мы выбрали каюту классом попроще, чем на корабле «Марина» от этой же компании, в которой мы ходили ранее. Здесь мы выбрали просто обычную каюту с балконом. Но, тем не менее, компания посчитала, возможно, нам сделать такое количество дополнительных подарков. Еще попала здесь акция. Обычная цена данной каюты без скидок и без каких-то акционных излишеств примерно 22 тысячи долларов на двоих получается каюта. У нас же мы уложились в 12 тысяч долларов. В общем, учитывая 6000 подарка, я считаю, что цена получилась просто более чем комфортная для такого уровня корабля и для такого интересного, хорошего маршрута. Хотя сама по себе «Инсигния» меньше, чем «Марина», и я думал, что она мне понравится больше. Так не произошло. Все-таки мне показалось, что здесь немножко не хватает все-таки размера корабля. Здесь примерно на 800 пассажиров сам корабль. И если посчитать коэффициент просторности, у «Инсигния» он всего 44 метра. Но, опять же, как всего. На кораблях проще. Этот коэффициент еще меньше. Но, как я говорил в прошлом ролике, можете посмотреть его ссылочка в описании, у «Марины» 53 метра коэффициент просторности. То есть это очень сильно ощущается на самом корабле. И рестораны меньше, и все общественные пространства. Ну, понимаете, корабль существенно меньше. Заходим. Привет. Привет. Как вы здесь обустроились? Скажем прямо, такого маленького номера видеть нам еще не приходилось. Конечно, все красиво. Конечно, это Ашаня Next. Все новое. Так, треновированная бутылочка шампанского в подарок. Очень красивая картина. И самое главное. Сам узел. Что мы здесь можем увидеть? Он огромен. Он просто великолепен. Вот я даже в него могу, так скажем, поместиться. Но я не очень крупный. Поэтому это возможно. Вот. О. Всем привет. Мои подписчики, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Ну, в общем, все как положено. Единственное, что. Поскольку мы взяли две одинаковые каюты, нам сейчас придут откроть эту дверку. И, соответственно, балкончик у нас будет побольше, покрупнее. Тапки мои. Ну, вот, как-то так. Всем привет. Из-за разочарования этого маршрута их было, по большому счету, два. Первое разочарование. Мы, к сожалению, не попали в Колумбию. Это, наверное, страна, которую я больше всего хотел посетить в этом маршруте. Но мы шли, когда из Майами, заняло двое суток этот переход до Колумбии и уже практически подплывали. Капитан сделал объявление по громкой связи, что, к сожалению, из-за шторма, а у нас был небольшой шторм, корабль покачивало. Корабль не мог идти на полной скорости и он просто не успевал полноценно зайти в этот порт. И, к сожалению, мы сразу ушли на Арубу, не зайдя в Колумбию. И вот это было прямо большое разочарование. Очень я расстроился. И еще по маршруту последние три дня в море, потому что корабль шел, заканчивал свой круиз не в Майами, а в Нью-Йорке. Поскольку после нашего круиза Инсигния уходила в кругосветное плавание. Там, я уже не помню, там больше ста дней оно длится. И наш маршрут завершался в Нью-Йорке. И из жарких, теплых островов, из солнца, моря и брызг шампанского нам пришлось три дня еще идти до Нью-Йорка. И с каждым днем погода все ухудшалась. Становилось все холоднее и холоднее. Шторм не прекращался, к сожалению. И в общем, мы даже боялись, что можем не успеть на свой самолет, потому что тоже корабль еле-еле успел к сроку прийти. И тоже там с каким-то небольшим опозданием, там на пару часов он задержался. Но, тем не менее, круиз нам в целом понравился. Компания, как обычно, не подвела, хотя все-таки, возможно, это еще и зависело от персонала корабля, разумеется. Любой корабль, даже одной и той же компании, если меняется команда, то уровень сервиса и обслуживания может меняться. Команда была новой, набрали ее буквально две недели назад. И, возможно, они еще не до конца адаптировались. Я разговаривал с официанткой, она была из Украины. Ну вот, она сказала, что она вообще первый раз на корабле, первый раз попала на корабль. Ну, были, так скажем, вопросы к уровню обслуживания ее работы и некоторых других членов команды, к сожалению. Хотя я надеюсь, что сейчас уже команда устоялась, корабль уже давно прошел, вот реновация уже практически на год ходит. По лонарям я уверен, что уже уровень подтянулся до обычного уровня компании Ашани. Ну и с питанием тоже здесь было немножко попроще, чем на Марине. Ну, в общем, в целом, почему-то оказалось все значительно проще, хотя после реновации и вот таких громких заявлений я ожидал, что это будет какая-то феерия, чего-то прямо невообразимого. Может быть, я просто многого ожидал. Ну, в общем, как-то так. По кораблю мы с вами давайте пройдемся. Хотя, опять же, корабль маленький и прямо очень много здесь ходить негде. И, тем не менее, вы сейчас посмотрите интерьеры. Кстати, интерьеры изменили достаточно сильно относительно того, что было до этого. До этого это был корабль такой более строгий, более темные тона вообще во всех интерьерах. А сейчас это стало такое стильно-модно-молодежно, более светлое все такое. Мне показалось, что добавили больше какого-то пластика, чего-то такого. Ну, в общем, на мой взгляд, стало хуже. На мой взгляд, что раньше корабль выглядел более солидно, более дорого. Но, еще раз повторяю, тем не менее, это все мелочи и придирки. Корабль хороший, компания отличная, маршрут был замечательный. Мы прекрасно отдохнули, с удовольствием побывали на тех травах, в которых мы были до этого. С еще большим удовольствием мы побывали в тех местах, где до этого мы еще не были. Вот, так что всем рекомендую. Компания «Шаня». В этот круиз я так же, как и в предыдущий ролик, который мы вам показывали, я еще не снимал специально для блога. Я еще не улегся, так скажем, видеосъемкой. В основном у меня, конечно, из-за этой поездки осталось там десятки тысяч фотографий. Вот, с видео попроще, но, тем не менее, я думаю, что мы сможем вам показать и передать атмосферу корабля. Показать некоторые экскурсии, на которых мы были, которые мы снимали частично, там, какими-то кусочками. Вот, в общем, представление вы составить сможете. 31 декабря 2018 года мы оказались на Арубе. Взяли несколько мы экскурсий по Арубе. Сначала мы просто прогулялись по городу. Это город Оранистаде. Сам по себе городок очень небольшой. И буквально его пройти от и до можно за 15 минут в одну сторону. Мы по нему немножко погуляли перед непосредственно экскурсиями, которые предоставляла нам компания «Шаня». Перед корабельными экскурсиями. Из корабельных экскурсий мы взяли первую. Это круиз на судне с стеклянным дном. Такой большая лодка или небольшой кораблик, где ко дну приделано еще одно такое довольно объемное помещение, в котором есть иллюминаторы и практически как батискафи. Люди плывут и видят все, что происходит на дне океана, моря. И вот в этой экскурсии нас довезли, мы доплыли до затонувшего немецкого корабля «Антилла». Он много лет назад потерпел крушение. И вот считается, что это, наверное, какая-то особенная достопримечательность. Нас туда подвезли, мы проплыли над этим кораблем, посмотрели. Вот здесь пару кадров вы видите. Ну, в общем, ничего особенного. Ну, сплавать вполне себе можно. После этого нас отвезли в такое известное очень на Арубе природное явление, природное место, уникальное считается. Это природный мост. Этот мост появился в результате прибоя, много, наверное, тысяч лет назад. Он был высотой где-то 7 метров, длиной 30 метров. Но есть одно маленькое «но». Этот, непосредственно этот мост, куда, в общем-то, и возили всегда, он рухнул 2 сентября 2005 года. Никто до сих пор не знает, из-за чего он рухнул, но, скорее всего, все-таки вода его окончательно добила. И, в общем, вот эта вот арка, каменная арка исчезла. Но, тем не менее, помимо нее, там также много других подобных, только более маленьких каменных мостиков, созданных природой. В общем, на самом деле, место достаточно интересное. В первую очередь, своим ландшафтом. Он такой очень скалистый. И люди строят камушки, накладывают один на другой. Жалко, я в то время, как я уже говорил, не снимал прямо вот для видеоблога. У меня очень много фотографий из того места. Ну, там довольно приятное ощущение, что прямо буквально какой-то на другой планете оказались какие-то космические совершенно пейзажи. После этой экскурсии мы отправились на Калифорнийский маяк. Этот маяк был построен и назван по имени Судно Калифорния, который как раз потерпел кораблекрушение в этих местах, затонул у этих берегов. И рядом с этим маяком есть ресторанчик. Мы там тоже немножко посидели. Этот маяк считается одной из самых таких живописных достопримечательностей и сооружений на острове. Построен он был еще в XVIII веке. Ну, вот на него можно подняться, с него можно посмотреть на окрестности, на пейзажи. Довольно живописные, довольно симпатичные. Но, в общем, наверное, тоже ничего прямо такого суперособенного об этом нет. После чего мы отправились в район Айрок. Это нагромождение больших таких валунов. И они то ли природой, то ли кем-то. Есть даже какие-то теории заговора о том, что это выложили все-таки не люди. Эти валуны, они выложены ровными кругами практически. Тоже такое вот интересное место. На эти валуны можно подняться, посмотреть пейзажи. Видно, видна большая высокая гора оттуда. Можно сходить, поскольку, ну, по большому счету, там каких-то супердоспримечательностей, наверное, все-таки на этом острове не найдете. Наше 31 число подошло к концу. Нас ожидал новогодний праздник. Мы вернулись на корабль. Уже стемнело. Сразу скажу, что эти новогодние праздники мы не посмотрели, заснули. И, в общем, не стали уже просыпаться. Еще не перестроились мы из Москвы. Следующий наш день, 1 января, мы встретили на острове Кюросау. Поскольку корабль наш не очень большой, мы зашли во внутреннюю такую бухту, то есть остановились не там, где вот большие корабли вы можете видеть на дальнем плане, а нас подвезли прямо в самый центр практически города, откуда мы могли наблюдать все эти красоты. Пока проходили, очень красивое место и очень-очень сильно напоминает Голландию. Прямо вот домики все в голландском стиле, все разноцветные. В общем, такая Карибская Голландия, я бы сказал. На этом острове мы решили, в общем-то, отдохнуть и взяли исключительно пляжные экскурсии. То есть нас провезли по нескольким пляжам. Были пляжи, которые не очень, какие-то они были достаточно каменистые, так себе, в общем, не произвели на меня особого впечатления. После чего нас перевезли на другой пляж, и там у нас было часа, наверное, 2 или 3, тоже не очень много времени, когда мы могли просто покупаться, пофотографироваться, посидеть под пальмами и просто отдохнуть, что, на мой взгляд, во время отдыха немаловажно не забывать отдыхать. Вот здесь как раз очень хороший был и пляж, и вода, меленько, песочек беленький. В общем, прямо красотища. Ходили мы к тем дальним скалам, тоже с женой фотографировались. Там тоже какие-то ребята были русскоязычные, нас фотографировали. Отдохнули. Мы на Киросау очень хорошо. Возвращаемся на наш корабль. Киросау долго что-то рассказывал, но, опять же, как вы все знаете, с английским у меня не очень. Говорила она по-английски. В этот день на Киросау больше особо рассказывать нечего, просто отдыхали на пляжах. И следующий день у нас был Банэйр. Также мы взяли, даже не взяли мы экскурсию, мы спросили у наших попутчиков, которые уже здесь на этом острове бывали неоднократно, куда лучше съездить, чтобы просто отдохнуть. И нам посоветовали один небольшой такой клубный пляж минут, наверное, 5 от порта. И на небольшом таком автобусе, местном, колоритном, мы проехали по улочкам города и доехали до этого пляжа, где, в общем, несколько часов и занимались тем, что просто отдыхали, загорали, наслаждались хорошей погодой. Было достаточно ветрено, но при этом... А, ну еще вот единственное, у этого пляжа есть минус, здесь нету нормального прямого входа в море, и спускаться надо было именно с понтона. И там, кстати, было достаточно сильное подводное течение, и людей, вот если просто перестать грести, остаться на одном месте, то влево прямо сносило, и надо было потом добираться обратно до этого понтона. Давно я, на самом деле, хотел такого чисто релакс-отдыха, когда ни о чем не думаешь, просто лежишь на пляже и загораешь. В этот же день мы, когда вернулись на корабль, погода была хорошая, уже поплыли дальше, немножко штормило, вот вы видите, сейчас бассейн там прямо волнуется, и вот здесь я чуть не сломал ногу, я прыгнул с бассейна вниз, хотя прыгать, конечно, нельзя, я вам не рекомендую это делать, и тем не менее, почему-то я подумал, что там глубоко, я до этого не был в бассейне в этом, когда прыгнул, вода как раз отошла от той части, где я стоял, и, в общем, оказалось там сантиметров 50, наверное, и я прямо со всего размаха ногами в это дно воткнулся, хорошо хоть не головой прыгнул, так бывает, будьте аккуратнее. 3 января нас ждала Гренада, пока мы подплывали к этому острову, я долго пел известную, достаточно старинную песню про Гренаду мою, и в Гренаде мы также решили, в общем, не заморачиваться чем-то особенным, и просто поплыли на один из пляжей, где мы и провели практически весь день, откуда мы полетали на коптере, наши знакомые, новые друзья, с которыми мы познакомились на этом корабле, привезли такой достаточно хороший, при этом безлюдный пляж, он был примерно, наверное, в километрах в четырех, если ехать на машине, от порта непосредственно, а в прямой видимости, вот наш корабль там вдалеке виднеется, беленький, я потом посмотрел по карте, это примерно 2,5 километра, и тут мы подняли коптер, наконец-то, и немножко полетали, я хотел со всех сторон сфотографировать, ну, заснять видео корабля, и вот долетев на своем новом коптере, тогда я его только купил, прилетев прямо вот уже в непосредственной близости, коптер потерял связь, отключился и вернулся назад, так что корабль со всех сторон и вблизи отснять не удалось, и тем не менее, вы можете посмотреть, как это было. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот наш французский друг, очень он любил с нашей дочкой говорить по-французски, дочка хорошо говорит по-французски, помимо английского, который мне в совершенстве, молодец, что я не сделал в свое время. После пляжа мы вернулись в сам центр города и еще немножко прогулялись по нему, уже без наших попутчиков, ну, буквально там прошлись, наверное, полчаса, особо там тоже много ходить, наверное, негде. Субтитры сделал DimaTorzok Вечером мы сходили в один из ресторанов Grand Dining, это основной ресторан этого корабля, перекусили, в общем, ресторан такой, прям, на самом деле, очень приятный, с тарелками Versace, но, понятное дело, что рестораны не главные тарелки, но, тем не менее, антураж тоже все-таки создает некоторый настрой. С едой на Инсигнии все в порядке, как в целом на Ашане, считаются корабли с одним из лучших питаний на борту вообще, в принципе. Следующий наш день оказался на Сент-Люше. Я хотел тогда доехать в то место, где мы были в один из наших прошлых круизов, когда мы останавливались на Сент-Люше. Это питоны, это два таких, прям, две большие горы, визитная карточка этого острова, они такие остроконечные пики. Но посмотрели мы по карте, посчитали, довольно далеко мы были от этого места, и, опять же, наши друзья посоветовали пляж, который они хорошо знают, потому что один из наших попутчиков, он, по-моему, 15-й или 16-й раз говорил, что он был на этом острове, и вот он все время приезжал на этот пляж и рассказывал, что еще, когда не было здесь ни отелей, не были построены какие-то коттеджи частные, он говорит, что раньше здесь вообще было просто полная тишина и безлюдие. Сейчас уже приобрел он вид такой более обжитой, стоят какие-то жилые комплексы с бассейнами, с чем-то еще, с барами. Здесь мы остались практически на весь день, покойника лежали под пальмами, загорали, отдыхали, место тихое, приятное. А тут также мне удалось полетать на коптере, поднял я его и, в общем, облетел несколько близлежащих гор, посмотрел, что находится за ними. В общем, такой вот тоже день расслабления и отдыха. Вечером у балкона мы заметили корабль компании «Аида», который, переливаясь всеми цветами радуги, уходил в ночь. В общем, я его тоже немножко заснял. И вот наступило 5 января и очередной остров Гваделупа. Как я уже говорил, практически 99, наверное, процентов нашего этого маршрута это были пляжный отдых, это был чистый релакс и просто обычный тюлений отдых на пляже. На Гваделупе мы доехали до одного из таких известных, и считается одним из лучших пляжей, «Санта Анна», «Святая Анна». На этом пляже, в общем, есть все, что вы хотите, и кафе, и другие заведения. Единственное, что если вы на этот пляж приедете, имейте в виду, что здесь достаточно мало тени. И приходится, в общем, когда мы оказались на пляже, все какие-то мелкие пальмы и кусты были уже заняты другими отдыхающими. В общем, имейте в виду, тени здесь нету, нету здесь никаких лежаков и чего-то еще, вернее, есть там в самом дальнем конце пляжа. По-моему, это относится к одному из отелей. Можно их было купить, эти лежаки, но мы не стали. Так что возьмите с собой еще обязательно какие-то полотенечки, и тогда вы насладитесь этим пляжем. А сам пляж отличный, с прекрасной водой, с прекрасным входом в море для детей. Это просто вообще, наверное, одно из лучших мест. Тоже неожиданно мы смотрим, начинает собираться местное население и куда-то быстренько уходить. Оказалось, что надвигается дождь, и действительно прошел, ну, он там буквально 15 минут покапал, но, тем не менее, дождь мы застали. 6 января наступило, и мы уже в который раз оказались на острове Сан-Бартельми. Считается, один из самых развитых островов Карибского региона, один из самых богатых, там такой остров миллионеров, если так можно сказать. Как и в предыдущие разы, мы поехали на пляж Сен-Жан. Он буквально также, наверное, там в 50, может быть, минутах от порта. Взяли такси, доехали. В общем, идеальный пляж для купания, с тихой водой, такая залив-бухточка. Он, кстати, достаточно сильно пострадал из-за от недавнего урагана, который там был 2 или 3 года назад, не помню. Там даже на кадрах видно, стоит отель Эден-Рок, и он до сих пор не отреставрирован до конца. Он такой весь пострадавший. Здесь мы полетали также на дроне, подняли его вверх и посмотрели на окрестности. Лево от этого пляжа находится аэропорт небольшой, там маленькие самолётики взлетают, и всегда можно полюбоваться, как они заходят на посадку, вылетают. Вообще удивительно, что там не заблокирована зона для полётов дронов, потому что, в общем, я легко мог пролететь над этим аэродромом, и не дай бог, кого бы зацепил. Ещё на этом пляже, почему мы его любим, здесь находится, я не боюсь этого слова, известный клуб Ники-Бич. Это очень дорогой достаточно. В этот раз, когда мы сюда приехали, также мы приехали со своими новыми друзьями, с которыми познакомились на корабле, и мы бы, может быть, и взяли, купили бы лежаки с доступом в клуб, там туда входило и шампанское, в общем, но там, вот честно скажу, я сейчас не помню, точно абсолютно 100 долларов это стоило, но вот не помню, за час или за весь день, я даже не исключаю, что за час. В общем, там какая-то была очень такая прям дорогая цена. Нашим попутчикам это было, наверное, не очень комфортно, мне так показалось, поэтому я даже не стал предлагать остановиться на этих лежаках, поэтому мы не побывали непосредственно в Ники-Бич-клубе, не покушали, не попили там шампанского, а скромненько разместили свои полотенечки и полежали, позагорали рядом с этим клубом, с видом на отель Эден-Рок, на бухточку, покупались. Также, в общем, это чисто покупаться, отдохнуть, позагорать. Рекомендую пляж Сен-Жан, тем более, что он совсем недалеко находится. Есть также магазинчики различные, кафешки, в общем, необязательно там тратить огромные деньги в Ники-Бич, можно всегда отойти, там буквально метров 50, и можно купить и пиво, и покушать, и все остальное прочее. Финальный экскурсионный день 7 января, мы приплыли в Пуэрто-Рико, город Сен-Хуан, и начали его осмотр. Сначала мы взяли обзорную экскурсию от корабля, которая, как я уже говорил, была нам в подарок, поэтому мы за это ничего не платили, и решили сначала просто проехать, посмотреть на город целиком, и потом мы завершили нашу экскурсию, посетив крепость. Есть вообще две прямо рядом крепости, форт Сен-Филипп-дель-Моро и форт Сан-Кристобль. Посмотрели мы на них, одну крепость мы обошли целиком, вторую мы посмотрели, когда уже на корабле отплывали от Пуэрто-Рико, А вообще от самого Пуэрто-Рико, это практически та же самая Америка, и очень-очень многое на этой территории говорит о том, насколько они реально близки. Хотя в реальности территория зависимая, но состав США, конечно, не входит. вы видите кадр, как мы отплываем от Пуэрто-Рико, сидим на палубе, отдыхаем, Марина, наша подруга, которая была с нами на этом корабле, с моей супругой отдыхает. Так, в общем-то, и подходит к концу наш карибский круиз на Новый год 18-19 года. Мы возвращаемся на сушу, плывем в Нью-Йорк, и вот, к сожалению, как я уже говорил выше, три дня мы плыли по морю, с каждым днем становилось все холоднее и холоднее, штормило. Ну, в общем, это была лишняя часть этого путешествия. И, тем не менее, вот мы как раз заходим в порт города Нью-Йорка и проплываем мимо небоскребов и, в общем, смотрим на эту, так называемую, столицу мира. Здесь также мы, когда подплыли, вы сейчас видите, стоит американский какой-то авианосец, на нем различные самолеты, не посчитали бы этот за шпионаж. По завершению круиза мы, к сожалению, довольно долго ждали выхода с корабля, долго не выпускали, там была какая-то заминка, даже боялись, что мы можем не успеть на самолет, но все прошло нормально, в итоге мы везде успели, вышли, сразу к нам подошел, прямо вообще, как у нас, на самом деле, в каких-то авиагаванях и каких-то других вокзалах, подошел таксист, сказал, что я из Убера, готов вас довезти, и, в общем, на Убере мы отправились в аэропорт. На этом, наверное, мы будем прощаться, ссылочки на предыдущие ролики я оставлю в описании, посмотрите, обязательно посмотрите их, пишите комментарии, пишите, что вам понравилось, что не понравилось, где вы со мной не согласны, ставьте лайки.